МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Четверте очисне місце заняла у нас команда «Юлайн». Клубці вже поїхали бавити на наступну гроу, тому приз ми їм передамо наступну наголу. Кращим бенбардером нашого турніру встань майстер спорту Костянтон Андреєв. Кращим бенбардером признана гроця команды «Видер» майстер спорту Евгена Амбрустенко. Кращим гроцем 20-го ювілейного чемпионату Запорізької області сплязного футболу гусногравця команды «Нікма» Танила Мачотою. АПЛОДИСМЕНТЫ Нагорожуються арбитрю нашого турніру. Сергій Ледва, Сергій Повзенович. Також нагороджуються наші хлопці, які годували нам в цьому гроу м'ячі. Олександр Інеев Іван Єроменко. АПЛОДИСМЕНТЫ Нагороджується фотохудожник Лавров Сергій Вікторович, який з нами працює проти 20-ти веків. АПЛОДИСМЕНТЫ Нагороджується бюджетом Олег Михайлович, який знімає все на відео. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Відеостудія «ЛЮ» занотувала всі голи нашого чемпіонату. А тепер нагороджується команда, яка зайняла третье місце, старожил Вищої Ліги з кнажного футболу в Запорізькому регіоні, команда «Штурм». АПЛОДИСМЕНТЫ Нагороджується команда бронзовими медалями, пам'ятним дипломом у Андрій Миколаєвич. Андрій Миколаївич Копелюв беззмінний організатор цієї команди. Команда нагороджується бронзовими медалями. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ На втором месте нагородится три раза чемпион Украины команда «Вибор» в городе Днепро. Нагородится Андрюшенко Сергей Михайлович, президент команды. Сергей Михайлович уехал, Евгений Сергеевич, отривайте для пакета. И в другий постель президент команды Никма Николаевич Мартиненко. В другом постель команда стає вибором, я прошу, хочу поздоровити особиста Мартиненко Николаевич. За новою ризукою розвиток та популяризацию пляжного футболу та з нагоди 20-го ювелайного сезону пляжного футболу в Жатаринській області. И команда нагородится золотими медалями чемпион команда Никма. В другом постель команда стає чемпионом Запорізької області з пляжного футболу. Команда отримала потілку на финал чемпионата Украины. Разом з командою «Вибір» команда Никма отримала потілку на поїздку на финал чемпионата Украины. До нашої столиці, міста Києва, з 20 до 24 серпня. На вас чекають у місті Києві. На... В місті спорту. В місті спорту чекають вас. В місті спорту. І... Капітан команди... Харшенко... Матро... Отримує купок чемпионом Запорізької області. Команда «Твіта». Кімпіонів Запорізької області... Чемпионы 24 уровня чемпионата Запорожской области с пляжного футболу. Начиналось все в далеком 2002 году на спорткомплексе «Орбита Алюкс», где впервые в турнире «Славу Тэчбол» в Запорожском регионе играло 24 команды. Мы были чемпионами по количеству команд, участниц. В пяти городах проводились эти региональные соревнования. Это Запорожье, Днепр, Киев, Харьков и Одесса. И в том же году команда «Динамо» стала чемпионом Запорожского региона. И на финале чемпионата Украины команда заняла почетное третье место, стала бронзовым призером этого чемпионата. И в дальнейшем у нас по две команды всегда участвовали в финале чемпионата Украины. Вплоть до 2007 года у нас команды запорожские ездили на финал чемпионата Украины по две команды и боролись. Команда «Катран» также была бронзовым призером чемпионата Украины. А в 2003, 2004, 2005 годах у нас было рекордное количество команд. По 32 команды в эти годы играли в чемпионате Запорожской области по пляжному футболу. Затем было разделение команд на высшую, на первую и даже на вторую лигу. Было очень много желающих команд, но уровень команд был разный, поэтому пришлось по мастерству разделить команды на лиги. Ну а впоследствии команд становилось немножко меньше. А почему в этом году так надо? То есть пляжный футбол теряет свою популярность или нет? Ну, как правило, в соревнованиях по пляжному футболу играют команды, которые играют в футзал. А в этом году было очень много различных соревнований. Сезон затянулся и многие команды, к сожалению, не закончив свои соревнования, не смогли участвовать, принять участие в соревнованиях в чемпионате Запорожской области по пляжному футболу. Поэтому и оказалось совсем очень маленькое количество команд. Уже в нас один год было, если мне не изменяет память, в 2009 году также было 4 команды. Но система проведения в три круга, то есть команды сыграли по 9 туров, каждая команда сыграла. И от этого турнир не уменьшил свой интерес. Интрига присутствовала практически до заключительного 9 тура. И вот мы присутствовали на золотом матче, в котором определялся чемпион 20-го ювелейного чемпионата Запорожской области по пляжному футболу. Где в драматической борьбе, я хочу сказать, что обе команды были достойны. И Никма, и Выбор достойны были стать чемпионами, победить в этом матче. Но больше повезло команде Никма. Как говорят, родные стены, родной песок помогли команде Никма во второй год подряд стать чемпионом Запорожской области по пляжному футболу. Владимир Константинович, а кого бы Вы хотели поблагодарить за помощь в организации данного турнира? На сегодня я хочу поблагодарить прежде всего президента областной ассоциации футбола Межейко Виктора Ивановича, его первого вице-президента Николаенко Виталия Петровича, которые откликнулись и поддержали меня как регионального представителя ассоциации пляжного футбола Украины, чтобы все-таки 20-й юбилейный сезон пляжного футбола в Запорожской области состоялся. Также поддержала Наталья Федоровна Власова и ее заместитель областного управления семьи молодежи и спорта Ковпак Владислав Александрович, которые, ну, как говорится, поддержали меня в этом начинании и турнир состоялся. От себя что-то хотели бы добавить? Хочу сказать, что в Запорожском регионе пляжный футбол жил, пляжный футбол жив, пляжный футбол будет жить. Пока мы здесь, мы не дадим этому прекрасному виду спорта потеряться в песках нашего Днепра Славуточа. Спасибо, спасибо.